с вами я ангел если кто забыл конечно я вас приветствую уже в 17 17 части обучающихся курса по рязанскому языку и мы в принципе уже достаточно близко подошли к завершению потому что следующий урок будет последним из грамматических уроков дальше будет уже дополнение то есть и диалекты и прочие веселья вот и как вы видите шапки у меня больше нет да у меня теперь кепка знаете почему потому что шапка на мне больше не держится знаете когда на человеке не держится одежда она не держится в том случае если он худеет а знаете почему я худею потому что плохо ем а почему я плохо ем потому что уже 17 урок а донатов очень мало очень мало понимаете и все шапка на мне больше не держится приходится относить кепку кепку правда интересует написано весе корми ансяк порол что означает все будет только хорошо но тем не менее я вас призываю если вам нравится курс вы можете отблагодарить меня до донатиком донатиком любыми другими денежками как хотите называйте в качестве благодарности естественно и ссылки на патреон и на криптокошерек будут внизу как и всегда вот и мы начинаем и так друзья для начала начнем разваливать такую тему как суффиксы для образования глаголов из существительных здесь будет много всякого грамматического без предела я вам обещаю вот и ваша картина мира можно накрениться от этой картины и так смотрим ваша картина мира может накрениться от картины как он сказал записать и так первые сути с которым рассмотрим это я и я значит что он обозначает он обозначает начало проявления какого-то моего личного признака или чьего-то личного признака это его признак он начинает проявляться то есть он относится к нему начинает им обладать обладание каким-то моим личным признакам понимаете да или он начинает обладать каким-то его личным признаком. Давайте рассмотрим пример. Чоу – пена, или Чоу Ямс – взмылиться. То есть человек начинает обладать пеной. Понимаете, да? Дальше. Пона – шерсть, и Поны Ямс – обрасти шерсть. То есть кто-то или что-то начинает обладать шерстью, это его личная шерсть. Понимаете, да? Да. И дальше. Пеки – живот, и Пеки Ямс – забеременеть. То есть человек начинает обладать его собственным животом. Ну и дальше. Далее. Тика – русский, и Тики Ямс означает обрусеть. То есть у человека начинает проявляться признак того, что он как бы становится русским. Соответственно, Эрзиямс означает, ну, типа, стать Эрзинином. Вот. То есть ассимилируется с Эрзианом. Итак, следующее слово «кежи» означает «злой». И от него образуется слово «кежи ямс» – «озлобица». Причем вот это вот «кежи ямс» означает именно «длительно озлобица», то есть именно принципиально стать. Вот именно принципиально. То есть я, в принципе, злой стал. Вот я вас всех за то, что вы гражданским не учите. Но вы же вы учите, поэтому нет, я на вас не злой. Не успокойтесь. В отличие, например, от слова «кежи ямс», которое означает «разозлиться». То есть это «я, в принципе, не злой, но меня все задолбало». Вот это означает «разозлиться». То есть «кежи ямс». И, соответственно, от обоих этих слов мы можем образовать как бы каузативы. «Кежи ямс» означает «разозлить кого-либо». Ну, это, знаете, вот обидеть, типа вот «длительно разозлить», то есть принципиально разозлить кого-либо. Вот. А «кежди алмс» означает именно вот просто вы что-то кому-то сказали там «эй, ты, иди ты», там, куда-нибудь. Вот он такой «чего? Ты на меня?» Вот это будет как раз таки «кежди алмс». То есть вы его разозлили, сейчас, например. То есть он может быть добрый, хороший, но вы его разозлили. Следующий суффикс у нас – суффикс «м». Он имеет тоже то же самое значение, что и этот суффикс. Ну, почти то же самое. Есть некоторая разница. Ну, давайте мы оформим пример. «Чултон» – дерево. И «Чултононс» – одеревенеть. То есть «стать как дерево». «Валдон» означает «цвет». И «Валдононс» означает «стать светлым». То есть «посветлеть». Далее «лаушо» – слабый и «лаушо-момс» – ослабеть. Далее «чуро» – редкий и «чуро-момс» – поредить. То есть мы видим, у нас сначала вот что-то, чего-то густо, а здесь уже что-то как-то пусто. Видите разницу, да? То есть у нас из «густо» переводится «пусто», если говорить так брутально. Значит, далее «чири» – берег, край, и «чири немс» – накрениться. То есть я как бы стремлюсь к краю, вот так вот. Я накреняюсь, я накреняюсь. Не что-то там, не что-то и там я накреняюсь, а именно я сам накреняюсь. А вот если я, например, что-то хочу накренить, вот я накреняю эту кубку, то мы добавляем дополнительный суффикс «т», не «чири немс», а «чирием темс». Этот суффикс «т» – это точно такой же суффикс «д», точно такой же. И, соответственно, со словом «валдумус» тоже так же можно сделать. Если у нас «валдум» может стать светлым, то «осветить», не «освятить», а именно «осветить», будет, соответственно, звучать как «валдумтумс». То есть, например, «осветить дорогу» – «валдумтумс кинть», допустим. И следующий суффикс, который мы разборим, это суффикс «нза». Мы уже помним этот суффикс из «колмандзамс», «кармандзамс» и так далее. Так вот, с помощью этого суффикса также можно изменять и существительные. Соответственно, от слова «кел» – «камень» у нас появляется слово «келинзамс». Назад, видим. И от слова «эй» у нас появляется слово «эйэнзамс» – «обледенеть». Ну и теперь переходим, собственно, к беспределу, к самому беспредельному беспределу. В некоторых случаях глаголы могут образовываться от существительных безо всяких суффиксов. Вот вам пример. «Сюлму» означает «узел», и «сюлманс» означает «завязать». То есть здесь у нас, видите, нет никакого суффикса. Такое может вполне случаться. Ну, вы, конечно, можете сказать, что это, возможно, этот суффикс, просто он слился со словом «м», с буквы «м». Но на самом деле в арзиатском языке есть полно слов. Ну, есть, как бы так, некоторые слова, которые образуются точно так же без всяких суффиксов. Итак, друзья, давайте, что теперь пойдем в обратную сторону. Сейчас мы с вами рассмотрим суффиксы для образования существительных из глаголов. То есть, только что мы рассматривали, как образовать глаголы из существительных, а теперь, наоборот, существительные из глаголов. Чувствуете разницу? Итак, значит, сейчас мы с вами рассмотрим один суффикс всего. Суффикс «вкс» — это не «вкс». Если вы думаете, что это «вкс», значит, выключите. Реалов вам не нужен вообще. Значит, это суффикс «вкс». Итак, смотрим. Арсенс — думать. И артеокс — это выдумка. То есть, по сути, этот суффикс означает следующее. Что у нас есть какой-то результат, какого-нибудь действия. Он один. То есть, вот у нас один какой-то результат. Вот у нас какое-то действие, мы что-то сделали, и вот результат. Давай смотреть. Значит, арсенс — это думать, а арсеокс — это, соответственно, результат думания, то есть выдумка. Мысль будет арсема, если что. Ну и дальше. Лисемс означает «выходить», и лисеокс означает «вывок». То есть, это результат выхода. И дальше. Тетамс — считать, и тетаукс — это означает «сумма», то есть результат подсчета. Итак, друзья, давайте рассмотрим еще две формы арсианского языка. Конечно, это уже продвинутый арсианский, прям конкретно такой продвинутый. Но они смогут сделать вашу арсианскую речь куда более грамотной и все-таки арсианоподобной, потому что многие люди, конечно, говорят «наслужили». Вот. И давайте рассмотрим сейчас первая форма, которая у нас будет. Это депричастие настоящего времени. Я не знаю, вам видно, не видно, у вас там вроде как какой-то блик. Но, в общем, депричастие настоящего времени, для него у нас используются специальный суффикс «мсо» или «мсте». Из чего состоит этот суффикс? Это у нас, во-первых, инфинитивное окончание, то есть «кортамо», допустим. Вот это «м», оно здесь торчит. И дальше у нас элатив, то есть «исходный падеж». «Кортамсто» или «кортамсте». То есть, мы помним «кудо сто», «велисте», а здесь у нас, соответственно, мы добавляем его к глаголу. И у нас получается идея-причастие настоящего времени. Ну, смотри, пример. «Сень кувал, кортамсто», «падь худенек кудол». Обратите внимание, «сень кувал», «кортамсто». Говоря об этом, вот это вот и есть как раз идея-причастия. Соответственно, вот это все, это как бы дейпричастные обороты. То есть «сень кувал, кортамсто», говоря об этом. Ну и смотрим дальше. Следующий пример. Как же сделать отрицание дейпричастия настоящего времени? Отрицание. Выглядит оно будет так. «Сень кувал, да, паркорта», «падь худенек кудол». Об этом не говоря, мы дошли до долга. Да, я понимаю, пример достаточно технический и в реальной жизни неупотребимый, но здесь важно обратить внимание именно на то, как мы формируем отрицательную форму. То есть «кортамсто», но здесь у нас используется «апаккорта». То есть здесь мы используем ту же самую форму, что и вот в прошлом уроке мы рассматривали. «зе», то есть, допустим, «сайезе», «кортанзе». Отрицательным будет «апакксайе», «апаккорта». Здесь то же самое, «кортамсто», «апаккорта». Запомните, это очень важно. И дальше. Следующая форма, которую мы изучим, это желательное наклонение прошедшего времени несовершенное. Значит, переводится, да, условно, так. «Хотел, было». Но у этого слова есть одно очень важное свойство. Оно сейчас как бы уже обозначает действие, которое не было сделано по какой-то причине. И эту причину надо указать дальше. То есть, в принципе, в словаре, в книгах Анатолия Рябова, он пишет, что, в принципе, можно употреблять, типа, как «я хотел спеть просто». Ну, то есть, можно и так употреблять. Но сейчас там нужно употреблять именно причину. Почему мы не спели? То есть, хотел спеть, но не спел. Ну и давайте рассмотрим пример. Значит, «Моррекселинь», «Апакучу киргам коль саканси». «Я хотел спеть, но неожиданно горло запершило». Вы бы знали, сколько раз у меня реально горло запершило в ходе съемок этих обучалок. Ну, ладно. Значит, «Моррекселинь». Видите? «Я хотел спеть, но...» Видите? «Но...» Неожиданно горло запершило. То есть, я хотел спеть, но не спел. Тогда мы используем вот эту форму «ксель». Но на самом деле эта форма, она очень-очень редкая. Я ее в живой речи не встречал вообще ни разу. Вот. Возможно, мне просто не повезло. Возможно, я просто мало слышал. Ну, вот «Моррекселинь», «Моррекселинь», «Моррекселиник» и так далее. Эти формы, они, в принципе, достаточно редкие. Вот. Но они есть. Они есть. И в учениках про них очень весело пишут. Вот. Ну, следующий пример. «Моррекселинь», 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 «Моррекселинь». Он хотел разрезать, но у него не было ножа. То есть, был бы нож, чтобы разрезал, но ножа не был, поэтому он не разрезал. Так что, запомните, пожалуйста, вот эту форму также. Она может вам очень сильно пригодиться, понравить и так далее. Но, как бы, случаев, когда ее нужно употреблять, их, в принципе, очень мало. Поэтому просто надо держать ее в голове. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим такую тему, как словообразование существительное. То есть, мы сейчас рассмотрим, как нам из одних существительных получить другие существительные. И начнем мы наше рассмотрение с такого суффикса, как «кс». Или другая его форма «кш». Хочу обратить особенное внимание на то, что суффикс «кс» до сих пор очень активно используется в слове образование. И эрзиане его постоянно используют и осознают его именно как суффикс. В то время как суффикс «кш» они уже как суффикс не воспринимают. Потому что он образует застывшие формы, которые эрзиане воспринимают как цельные конструкции. То есть, они не разделяют их на корень и суффикс. Но мы сейчас с вами рассмотрим это все на пример. Итак, какое же значение у этого суффикса? Значит, этот суффикс используется для выражения подобия и предназначения. И в качестве суффиксы, которая используется для выражения подобия, он используется в слове как «черкс» – «линия». Оно, как мы можем заметить, идет от слова «черкс», которое означает «волос». Все потому, что линия, она в своей форме похожа на «ловос». То есть, это подобие. Другая картина у нас образуется со словом «суркс» – «кольцо». Оно образуется от слова «сур» – «палец». То есть, кольцо, которое на пальце надевается, оно у нас идет от слова «суркс», потому что оно предназначается для пальцев. И точно по такой же ловике у нас от слова «кейт» – «рука» – образуется слово «кейтикс» – «браслет». Обратите особенное внимание на то, что в русском языке нет своего слова для выражения браслета, они его заимствуют, в то время как в азиатском языке есть свое собственное название «кейтикс». Это вопрос о том, чей язык богаче. Итак, смотрим дальше. Дальше мы будем рассматривать некоторые формы с форексом «кш». Значит, у нас есть слово «атя» – «старший», и от него образуется слово «атякш», что означает «петух». Не тот петух, который под шконкой, а тот петух, который будет по утрам. И, соответственно, «ава» – это у нас означает, по-моему, «мать», а «авакш» – это курица, которая, ну, не женщина, которая нам не нравится, а которая яйца несет. Далее. Смотрим дальше. «Ватр» означает звук «ква», ну, который задает лягушка. А «ватракш» означает лягушка. То есть, у нас, опять же, мы видим связь этих двух слов. И дальше, вот, теперь внимание особенное. У нас есть слово «кемия», которое означает «крепкий». И здесь мы почему-то видим слово «камакш», коренной зуб. Ну, тогда возникает вопрос, а это связано не как эти два слова. Да, связано. Для того, чтобы понять эту связь, эту связь, надо посмотреть на прахину-угорскую формула, которая прошла слово «кемия». Оно идет от слова «кэна», которое означает «крепкий». И от него же пошло такое слово венгерское как «кэмий», что означает «крепкий». И, соответственно, вот это слово «кэна», оно перешло как «темия» в арзиатский язык. Но поскольку оно выглядит как «кэна», вот эта форма, она уже как бы застывшая, соответственно, она используется, соответственно, как «кэмэкш». Ну, «кэмэкш» оно перешло в «кэмэкш». То есть, не в «кэмэкш», а в «кэмэкш». Вот. Это, опять же, к вопросу от слова «арзамас», который мы рассматривали в прошлых уроках, в котором как раз-таки такая же самая логика. То есть, там «арза», то есть, как вы считаете, либо «экзе», либо «арза», ну, то есть, это было слово «ээзэ», здесь то же самое «кэмэкш». То есть, через вот эту букву, вот этот звук «ээ», у нас связано с «лакими» и «кэмэкш». То есть, в древности это слово звучало как «кэмэкш». «Кэмэкш». Вот. А там уже дальше и вот это слово звучало как «кэмэкш». «Кэмэкш». Вот. И смотрим дальше. Следующий. Суффикс у нас «пель». Он у нас обозначает... Он у нас используется для выражения. Если у нас, например, что-то неисчисляемое, а нам нужно предоставить что-то конкретно исчисляемое, то у нас использует слово «пель». Давайте рассмотрим. «Яксам» означает «еда», а «яксаму пель» означает «блюдо». Вот это слово «пель». То есть, еда – это как бы вся еда, там, не знаю, там, какие-нибудь макароны, там, курица, там, и так далее. А это именно блюдо, конкретное блюдо. Именно конкретное. Отсюда же «симима» – это питье. То есть, не важно, там, чингай, поза и так далее, там, ведь. Но если мы хотим указать именно конкретный напиток, то мы говорим «симима пель». И следующее слово, которое у нас состоится на списке, это от слова «уштума» – «топка». У нас обранусь слово «уштумапель», которое означает «топливо». То есть, топливо, оно как бы предназначается для топки. Как-то так. Итак, друзья, мы с вами только что рассмотрели суффикс «кш». Он действительно очень древний, но сейчас мы с вами погрузимся совсем прям в архаику илезианского языка, прям совсем в глубины. Это будет очень интересно. Значит, сейчас мы с вами рассмотрим такую тему, как древние суффиксы. Чтобы было понятно, эти суффиксы уже очень давно вошли в архаику, и сегодняшними носителями они уже не воспринимаются как отдельные суффиксы. Уже не воспринимаются. Либо воспринимаются ими достаточно специфическим образом. И давайте смотреть. Значит, первый суффикс, который мы рассмотрим, это будет суффикс «к». Он нам знаком еще с первых уроков. Тетерка, теронька, помните вот эту? Ну и многие, кто изучает язык, у них сразу такое впечатление, а это какой-то русский суффикс там. Типа как «девчонка», «мальчишка», «тетерка», «теронька». То есть он какой-то русский, нафиг он нам нужен, типа. Но, но, внимание, очень важный момент. Этот суффикс, на самом деле, к русскому языку не имеет отношения. Это древний уральский суффикс, у которого совершенно разное происхождение. То есть по отношению к русскому языку совершенно другое. То есть русский уничтительно-оскательный суффикс «к» к уральскому «к», который перешел, естественно, в аризианский «к», не имеет вообще никакого отношения. Возможно, они связаны между собой на каком-то более высоком уровне, там, праностратическом. Это гипотетическая гипотеза такая есть, что раньше, там, какая-то когда-то там в Махрово древние времена, там, проуральский, проиндоевропейский, проотраведийский и так далее, там, прокартельский языки, это все был один язык, который разбался. Но это гипотеза. Это только гипотеза. И поэтому говорить о том, что они как-то связаны между собой, нельзя. То есть если они между собой связаны, то только направлено в тратического уровня, когда еще русский язык вообще в памяти даже не было никакого. Вот. И теперь самое важное. Значит, сейчас я вам прям покажу, что этот суффикс очень древний. Из правуральского «к» у нас вышли мантийский суффикс «к», финский суффикс «ка», но он достаточно специфически используется, очень редко он используется, и сельфубский суффикс «ко». Ну, то есть, чтобы было понятно, между мантийским и русским языком не было такого взаимодействия, чтобы туда входили какие-то суффиксы из русского языка. Не было такого взаимодействия. Там есть прям цельные конструкции, то есть там цельные слова есть, которые действительно пришли из русского, но они там сразу видны. не было между русским и мантийским такого взаимодействия, что туда входили элементы из русского языка. Поэтому мы делаем вывод, что этот суффикс, он гораздо древнее. Не только поэтому, потому что этот суффикс встречает не только в этих языках, он много где встречается. Но факт в том, что вот этот суффикс, он очень древний. Он не имеет отношения к русскому языку. И чтобы вам еще раз показать арханичность этого суффикса, давайте рассмотрим такое слово, как «варака». Значит, мы видим, что слово «вара» как-то уже очень похоже на вот этот корень «вору». Вара, вора, что-то как-то похоже. Неужели это тоже заимствование из русского языка? Но нет, это не заимствование. Из русского. Из русского, я подчеркиваю это. Значит, слово «вара» оно идет из какого-то индоевропейского языка, пока я не скажу какого, и оно перешло в правурайский, как «вара». Точно так же оно выглядело. Вара. То есть «вара» перешло в правурайское «вара». Оно есть не только в грязианском. Оно есть во многих языках, включая самодийские языки. То есть это правурайский, это совсем такая древняя архаика. Но здесь мы видим слово, это суффикс «ка». Причем самое интересное, что в грязиане его не воспринимают как диминутив, как уменьшительность «кактен суть». Они воспринимают его как цельное слово «варака». У меня на эту тему, чтобы было понятно, был спор с носителем. Он говорил, что это не суффикс. Нет, это суффикс. Потому что у нас этот корень пришел из индоевропейского как слово «вара». Обратите внимание на «ка» это что такое? «К» это есть именно суть и в тот самый из правурайского языка. И понятное дело, что носителя он не будет воспринимать как отдельный суффикс, потому что он уже влился туда 100-500 лет назад. Ну, не 100-500 лет назад, конечно. И что было понятно по поводу слова «вара»? Откуда оно вообще появилось? Значит, рассказываем. Дело в том, что в причерноморских сетях жили индоевропейцы. И после того, как они освоили телеку, освоили коней, они там начали, ну там, началось с перемещения всеобщее. Но это, как бы, с точки зрения археологии, началась эпоха горизонта «ямная». То есть «ямная культура», как ее называют. Вот. То есть там все эти народы сразу начали резко между собой перемещаться. И, понятное дело, они начали конфликтовать между собой. И при Черноморье какие-то индоевропейцы, я скажу так, это были тахары сначала, потом это были индоиранцы, они все начали бежать на восток. Сначала это были тахары, потом индоиранцы и так далее. И, собственно, это слово перешло из индоевропейского языка, одного из этих языков. Мы с вами в последнем уроке изучим всю эту тему, что откуда пришло в резонтском языке. Я прям подробно возьму в 20-м последнем уроке. Следующий суффикс это суффикс РА, либо его варианты РЯ и РЕ. Ну, РЯ, пускай сейчас запрещают те, кто не могут выучить резонтский язык по каким-то своими непонятными причинами. Итак, чтобы было понятно, этот суффикс вообще не воспринимается носителем как суффикс отдельно. Но это суффикс. Я сейчас покажу, почему это суффикс. Давайте рассмотрим сейчас у них из этих слов. НУВАР АГИШИ СЮМУРА Грустный Венгенский язык подождите, пожалуйста, до 20-го урока. Я вам расскажу. ВАДРИА ХОРОШИ Тоже обратите внимание. Сейчас мы на этом ВАДРИА остановимся отдельно. Следующий слайд. КИЧКЕРЕ КРИВОЙ СУМБУРЯ или СУММУРА Ну, в створяк имеется слово СУМБУРЯ ПАСМУРА ЯКСЕРЕ КРАСНЫЙ И ПОДМУРА ХМУРЫЙ Теперь рассказываю вам, что это за суффикс. Этот суффикс сейчас не в кинском языке. есть такое слово, как ХАНУР. Оно означает СУММЕРЧИ. И, ну, Эльфим его не очень хорошо знает, но в словах оно и есть. Вот. И от этого слова ХАНУР образуется такое слово, как ХАМАРА. ХАМАРА. Что означает ТЁМЕРЧИ. Мы видим вот этот суффикс. Слово ХАНУР присоединилось, это получилось ХАМАРА. Хотя, опять же, финны, вот я недавно спрашивал одну как раз и девушку из Финляндии. Она мне сказала, что вот это слово, я не знаю. Потом мы повлияли с ней слова и в целом, да, действительно, значит, такое слово было. И, соответственно, давайте на этом же самом примере мы рассмотрим значение этого суффикса. Потому что из этого мы ничего не понять не можем. В принципе. что такое НУВА, что такое СУМА, что такое ВАД, что такое КИЧКИ, что такое СУМА, непонятно. А вот из этого примера мы гораздо лучше можем понять значение этого суффикса. Значит, у нас есть слово СУМЕРКИ. Как мы видим, это слово, оно имеет значение, это существительное. АХАНАЛЯ означает темный. То есть, мы образуем как бы от слова, от существительного прилагательное. То есть, это древняя форма для образования из существительного прилагательное. Поэтому, видите, это все прилагательное точно так же. То есть, здесь пасмурный, темный. Вот это и это прилагательное. Значит, вот эти вот слова, это какие-то древние существительные, про которые мы уже забыли. И ярзяне про них тоже забыли. Такое бывает в языке. Чтобы было понятно, такие явления есть в любом языке, абсолютно, в любом. В частности, в русском языке. Чтобы вам стало немножко понятнее, приведу вам такое слово, как в ППХ. Вот мы говорим, там, в ППХ что-то делаем. Что значит в ППХ? Что такое ППХ? Это, когда случался пожар, люди выбегали в нижнем белье. Вот это нижнее белье называется ППХ. Вот. Но мы сейчас используем уже слово в ППХ и не знаем даже, что это слово означает. И вот здесь происходит точно такое же явление. То есть, вот эти слова, мы уже не знаем. Их значение. Мы можем их не знать. То есть, мы можем восстановить, конечно, эти слова. Но это будет уже этимология. Этимологический разбор слова. Как-то так. Итак, друзья, в предыдущем слайде я вас попросил запомнить слово водря не просто так. Не просто так. Потому что сейчас мы с вами начинаем изучать такую тему, как эрзианская топоремия. По сути, мы сейчас с вами будем объединять все эти знания, которые мы получили за все предыдущие уроки. И я здесь хочу особенно напомнить про первый урок, где я показывал карту Эрзиан-Масту. Сделал я это не просто так. Я вам напоминаю, что эрзиане, их территория, Эрзиан-Мастуру, проходит от падения реки Аки в реки Волгу до северной границы Мартой. Вот это вот является территорией Эрзиан-Мастуру. Так вот, смотрим на слово как мы уже поняли из предыдущего слайда реальный играет на суффикс. А что будет, если мы его откинем? У нас остается корень ВАД. И что-то нам это очень сильно напоминает. Дело в том, что на территории Эрзиан-Мастуру, той самой, про которую я рассказывал в том уроке, в первом, есть такой поселок называется ВАД. ВАД. Мы видим, что здесь ВАД и здесь ВАД. Как же это нам перевести в таком случае? Здесь, опять же, возвращаемся к нашей аналогии с ХАММУ и ХАММАРА. Если ХАММАРА означает темный, а ХАММУ означает сумерки, по идее мы можем точно так же слово ХАММУ получить какое-то свое название. Вы можете подумать сами. Значит, я предлагаю свой вариант. свои варианты. По знакам вопроса сразу говорю, потому что я не занимаюсь этимологией, я все еще предполагаю. Слово ВАД переводится как ХАРОШОВА на русский язык, либо как слово прелесть, либо как слово ХАРОШОВА. Важно то, что это у нас должно быть именно существительное. То есть я бы это перевел именно как ХАРОШОВА. По знакам вопроса, потому что здесь можно как угодно перевести. Я думаю, эрзиане-носители могут сами поразмыслить на эту тему, либо люди, которые профессионально занимаются этимологией. Далее, чтобы развить теперь эту тему, рассмотрим такое слово как ХУЖУ. Означает ПОЛЯНО. Мы с вами это слово не рассматривали. Это была моя ошибка, надо было вам это слово дать. Там, где шло рассуждение про элементы природы, надо было вам это слово дать. Я ему не дал, это была ошибка. поэтому даю вам его сейчас. Потому что, на самом деле, сейчас это будет очень важно, очень нужно. И смотрим. Значит, на территории Эрзи-Мастор существуют такие поселки, как ПИЧЕНЬ-УШИ, ДВЕРЯ-УШИ и ЧИРЬ-УШИ. Что же это за названия такие? Это искаженные русскими писцами такие названия, как ПИЧЕНЬ-УШИ, 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 Сосновая поляна. ПИЧЕНЬ-УШИ, это Сосна, УЖУ, это Поляна. ВЕРЯ-УШИ, это, соответственно, ВИРИНЬ-УШИ, означает Лесная поляна. И ЧИРЬ-УШИ, это ЧИРЬ-УШИ, Береговая поляна. К тому же мы помним, что в некоторых диалектах вот эта конструкция может приводить к озвончению, то есть в некоторых диалектах будет звучательнее как ЧИРЬ-УШИ, 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 чувствуется, да? Кроме того, Эльзианская тапанимия очень выделяется, очень характерна тем, что в ней постоянно используется слово ЛЕЙ. Вот слово ЛЕЙ, это прямо показатель эльзианскости. И, соответственно, на территории Эльзи-Мастур также существуют такие названия, как ЧУАР-ЛЕЙ. И здесь даже ничего менять не надо, здесь даже ничего устанавливать не надо, здесь оно просто читается как песчаная река. То есть, по-эзиански, это будет именно песчаная река. То есть, ЧУАР- это песок, ЛЕЙ- это река. То есть, далее, УАР-МА-ЛЕЙ это вовсе не слово Бармалей, это название ветряная река. То есть, УАР-МА это ветер, ЛЕЙ это река. Далее, СИМИ-ЛЕЙ это питьевая река, а слово СИМИ-МС СИМИ. Мы помним, опять же, СИМИТЯ, СИМИ, ЛЕЙ. То есть, река питьевая. Далее, КИЛЕЛЕЙ это КИЛЕЙ-ЛЕЙ означает березовая река. И ТУМО-ЛЕЙ от слова ТУМО ДУБ это, соответственно, Дубовая река. Вот так мы с вами немножко рассмотрели разянскую тупонемию. Вы можете так же там поковаться, но вы там увидите всякие страшные названия, типа ПОВРА, там САВАСЛЕЙКА, то есть, если у вас есть какие-то идеи насчет того, как это можно перевести, ну, естественно, вам надо знать ИРЗАНСКИ и МАКШАНСКИ для этого, хотя бы, ну, хотя бы ИРЗАНСКИ. И дальше пытаться как-то все восстанавливать, потому что многие названия там восстановить очень сложно. И последнее, заключительное, что мы с вами изучим, это элементы одежды, да и в принципе слова, которые связаны с одеванием, раздеванием и так далее. Итак, ОРШАНС означает одеться, КАЙСИМС раздеться, АСЛО КАЙМС. Далее, одежда, одна штука, соответственно, будет ОРШАМОПЕЛЬ. Мы видим вот этот суффикс, который мы только что рассматривали. КАЙСИМС, АБУЦА, и КАЙСИМОПЕЛЬ, ОБУВЬ. Опять же, вот этот суффикс, который мы только что рассматривали. Далее, ЮКСИМС развязывать, СЮМАМС завязывать, ПАЛЯ женская рубашка, ПАНАР мужская рубашка, ну, обратите внимание, пожалуйста, не путите. Далее, КАРКС это означает пояс, ОЖА РУКАВ, ПОНКСТ ШТАНЫ, ПРЯС ПУТОНКА это шапка, видите, опять же, этот суффикс вылез, ПУТОНКА. Далее, КЕНТЬ это означает САПОГИ, КОТАТ БОТИНКИ и СУМАНЬ в словарях его переводят больше как ПАЛЬТО, но также оно может означать просто ПЕРХНЯ ОДЕЖДА. КАК-ТО ТАК.